Человек Итак, мы снова в Школе Популярного Богословия продолжаем тему, которая называется «Человек». Мы говорили, что человек с точки зрения Библии – это не случайное явление во Вселенной, но это целенаправленное творение Божие. Причем Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Но если это так, то откуда в человеке столько зла, ненависти и нетерпимости? Если человек – творение Божие, то он должен быть выше любого ангела, а он часто хуже любого животного. Ответ на эту проблему предлагает Библия, рассказывая о событии, которые называются «грехопадение человека». Итак, мы продолжаем занятия в Школе Популярного Богословия. Мы говорили, что человек – это очень интересное существо, которое был создан Богом и который предназначался для вечности, но жизнь показывает, что он совершенно не соответствует своему предназначению. И я прочитаю текст, который написал апостол Павел в послании к римлянам, 5 глава послания к римлянам, 12 стих. Здесь записано так «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». «Грех вошел в мир, грехом смерть, смерть перешла во всех человеков, в нем все согрешили», пишет апостол Павел. Мы с вами читаем в первых главах книги «Бытие» такая прекрасная идиллия, когда Адам, Ева вместе находятся в Эдемском саду, когда вокруг прекрасный рай, все хорошо, никаких нет проблем, но люди сами себе всегда создают проблемы. И действительно, первые люди тоже не отличаются от нас, они тоже себе сами создали проблему. Ева послушала, как мы хорошо знаем из повествований Библии, Ева послушала змея, который подошел к ней и так очень коварно начал разговор, говоря, «А правда ли, сказал Бог, что нельзя не есть ни от каких дерев в раю?» И говорит жена змею, «Нет, плоды с дерев мы можем есть, вот только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Так написано уже в третьей главе книги «Бытие». Бог действительно дал заповедь, заповедь очень простую. Все можно было делать, никаких ограничений не было у Адама и Евы, ни нравственных, ни моральных, никаких ограничений, ни физических, за исключением только одного. Нельзя было есть плоды от вот этого дерева познания добра и зла. «И Бог предупредил, что в день, который ты вкусишь, смертью умрешь». Собственно, дело было не в плодах. Мы хорошо понимаем, что плоды сами по себе не были ядовитыми. И не в том дело, что они съели плод и сразу умерли. А дело было в заповеди. «Бог дает заповедь, и нарушение заповеди влечет смерть, а не сам плод». Вообще, людям очень сложно иногда отличить, где повод, а где истинная причина. Вот причина как раз смерти, которая наступила у Адама и Евы, была в том, что они заповедь Божью нарушили, что они не послушались Бога. Но если говорить более широко, то то, что произошло в Эдемском саду, и описано в третьей главе книги «Бытие», фактически является уже продолжением той катастрофы, которая произошла в вечности. И очень как бы намеками, очень туманно, как сквозь тусклое стекло, гадательно отчасти, мы только знаем, что в вечности тоже произошла какая-то трагедия, что Херувим осеняющий, который был близкий к Богу, пал, и он согрешил, и грех его заключался как раз в гордости, в том, что он вознамерился быть равным Богу, восхотел поставить престол свой выше престола Божьего. И, собственно, это как раз привело к тому, что появляется зло во Вселенной, потому что с самого начала Бог, когда творит Вселенную, в ней нет зла. Бог есть только добро. Вселенная, первоначальная Вселенная, которая была сотворена, вообще состояла только из плюса, только из одной стороны. Нам сегодня даже невозможно понять и представить себе, как могла выглядеть такая Вселенная, но там не было зла, и вот только самопроизвольно возникает зло. Бог не творит зло, но оно возникает именно от грехопадения Херувима осеняющего. Как раз вот Исаии, 14 главе, с 12 стиха описано, как произошло грехопадение этого Херувима. Но то, что зло уже возникло, оно стало проникать и на землю, и здесь вот на земле, оно проникло в виде искушения, которое предстало перед Евой. Ева, как мы знаем, не выдержала этого искушения, она вкусила плод, когда увидела, что плод очень красив, но самое главное, что привлекло, вы будете как боги, знающие добро и зло. Собственно, знать добро и зло, быть как боги – это желание всех людей. Люди хотят быть как боги, они к этому стремятся, чтобы всем управлять, владычествовать всем, то есть быть действительно как боги. И вот, оказывается, змей подсказывает, очень простой путь есть. Вот только возьмите этот плод, ведь Бог же сказал сам, возьмите этот плод и вкусите его, и будете как боги, знающие добро и зло. То есть грех берет всегда повод от заповеди. Это вообще характерное свойство греха. Грех не существует сам по себе, он паразитирует на заповеди Божьей. Он исходит из заповеди, но только искажает заповедь. И вот, взяв повод от заповеди, грех исказил весь ход человеческой истории и исказил жизнь Адама и Евы. Они вкусили этот запретный плод, они познали, что такое добро и зло. Ну, на самом деле, они познали, что такое зло. Собственно, они знали, что такое добро, потому что они имели общение с Богом, они понимали, что это и есть добро, но они до конца его не представляли, что оно добро. До тех пор, пока они не вкусили зла, и вот тогда только они поняли, что они потеряли. Вот тогда только они смогли до конца и по-настоящему оценить, что такое добро. И вот, познав добро и зло, они не стали как боги, а наоборот, они умерли смертью, умерли, как говорит Священное Писание. И, конечно, здесь первый вопрос, который возникает, а вообще могли ли бы Адам и Ева пойти другим путем для того, чтобы приблизиться к той цели, которую Бог с самого начала поставил перед ними, пойти по пути богопознания, стать действительно на уровень, как боги. Потому что, собственно, Иисус Христос приходит на эту землю и поднимает нас, делает нас детьми божьими. Он учит нас, что такое дети божьи. Он совершает перерождение человека и возвышает нас до уровня детей божьих. Но сегодня мы проходим этот путь через страдания, через мучения. Можно ли было пройти иначе? Конечно, мы не сможем ответить на этот вопрос до конца, но, возможно, у Бога был и другой путь для того, чтобы вырастить человека до уровня своего. Но Адам и Ева избрали вот тот путь, который они избрали, и этот путь привел их к смерти. Адам и Ева, как только вкусили от запретного плода, то есть, как они только нарушили заповедь, они мгновенно умерли. Дело в том, что, в общем-то, до вкушения этих плодов, до нарушения заповеди, Адам и Ева были в каком-то смысле бессмертными. Они могли жить бесконечно долго, и смерть не имела над ними никакой власти. Не потому, что они имели жизнь в самих себе, а потому, что у них не было греха. Смерть – это результат греха. До тех пор, пока они не вкушали греха, до тех пор, пока они не согрешали, и смерти не могло быть над ними. То есть, они могли не умирать. Неизвестно, кстати, сколько времени они прожили до того, как они нарушили заповедь Божью. Но мы знаем, что они, после того, как нарушили, после этого они ввели в действие закон греха и смерти. После того, как грех появился в мире, смерть получила вполне законное право забирать грешников. Это ее работа, собственно говоря, работа смерти. Она забирает грешников к себе. Она их берет в свои объятия и несет в себе. Так что, то, что произошло с Адамом и Евой – это результат греха. В тот момент, когда Адам и Ева вкусили и умерли, они мгновенно умерли. Физически они остались еще жить, и еще много столетий они даже жили, но они уже были отрезаны от источника жизни, как веточка, которую отрезать от куста и поставить в воду, поставить на столе. Она, может быть, еще неделю будет стоять и будет казаться, что она живая. На самом деле она уже не живая. На самом деле это только вид жизни, а уже связи с корнем нет, и поэтому жизни нет. Но с Адамом и Евой получилась еще более страшная картина. Они не просто были отрезаны от источника жизни, они мгновенно умерли в том смысле, что дух их умер. Человек, с точки зрения Священного Писания, представляет собой трехсоставное существо. Апостол Павел пишет, например, в послании Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». То есть человек по сути своей был создан как трехсоставный – дух, душа и тело. Но в тот момент, когда Адам и Ева вкусили от запретного плода, дух их умер. И после этого человек приходит в этот мир уже с умершим духом, духом, который бездействует. Поэтому-то Священное Писание называет людей, не знающих Бога, душевными, не имеющими духа. Вот в послании Киуде, Иуде, 19 стих написано, «Люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа». То есть люди, которые живут в этом мире и невозрожденные – это люди, которые духовно мертвые, у них дух мертвый. Это результат как раз того, что произошло с Адамом и Евой. Когда они умерли, дух их умер и перестал взаимодействовать с духовным миром. И результат вот этой смерти, вот этого поступка был очень трагичный. Во-первых, конечно же, это духовная смерть. Во-вторых, как здесь описано дальше в третьей главе книги «Бытие», они увидели, что они наги сшили себе смоковные листья, сделали себе опоясание. То есть они увидели свою наготу. До этого времени они смотрели друг на друга и не видели никакого стыда, потому что тело само по себе не вызывает какого-то стыда. Тело, созданное Богом, всегда прекрасно. Но тогда, когда в теле что-то умирает, оно превращается в плоть. Если дух умирает, оно превращается в плоть, которая становится отвратительным. То же самое, как, скажем, мы смотрим сегодня на человека. Красивые черты лица, красивая осанка. Но если этот же человек внезапно умирает, то мы уже смотрим на него с отвращением. Что произошло? Вроде те же самые черты лица, та же самая фигура, все то же самое. Ничего вроде не изменилось. Руки, ноги на месте, все на месте, но исчезает красота. Что происходит? Душа уходит из человека, и с уходом души тело превращается в мерзкую плоть. То же самое произошло в Эдемском саду, когда прекрасные Адам и Ева умерли духовно и превратились в плоть. И Адам посмотрел на Еву и увидел уже совсем другую Еву. Уже ушел дух из нее. И Ева смотрит на Адама и видит уже совсем другого Адама. Это фактически духовный труп. И поэтому-то они сшивают себе листья, чтобы прикрыть наготу свою. Уже появляется стыд, уже появляются последствия, все плотские последствия грехопадения. То есть, это еще одно последствие грехопадения. Но есть еще более страшное последствие от грехопадения. Последствие, которое называется наследственная смерть. Апостол Павел как раз об этом пишет, мы прочитали в послании к римлянам. Он говорит, что одним человеком смерть вошла в мир и смерть перешла на всех людей. То есть, все люди, которые теперь рождаются от Адама и Евы, они все становятся смертными. Они несут в себе этот отпечаток смерти. То есть, изменилось что-то в генотипе. От смертного рождается смертное. Ну, это, в общем-то, обычный генетический закон. Закон подобия. Подобное рождает подобное. Поэтому вполне естественно, что смертные Адам и Ева стали рождать смертных детей, которые не просто сами по себе умирали, но которые уже несли источник греха и смерти в себе. И поэтому уже при жизни своей Адам и Ева видят результаты своего грехопадения, когда их первенец убивает своего собственного брата. Смерть начинает царствовать. Смерть начинает распространяться. Люди, первые люди, которые начинают заселять землю, уже начинают пребывать во грехе, в смерти. И эта смерть торжествует. Вообще, понятие греха – это очень сложное понятие. Есть целая наука, амортология, которая пытается понять, что такое грех, как разобраться с этим понятием, является ли грех просто проступком. Чаще всего грех использует слово для описания грех, которое обозначает промах, то есть непопадание в цель. Грех – это не просто зло, а грех – это непопадание в цель, которую Бог предназначил для человека. И вот это непопадание в цель как раз очень ярко проявилось в жизни Адама и Евы. Они не попали в ту цель, которую Бог предназначил. Они не выполнили свое предназначение. И грех стал распространяться. И грех уже стал жить как сущность. Вообще, это тоже очень непонятно, является ли грех просто проступком, или грех – это некая сущность, которая живет. В Священном Писании описано, что грех может жить в человеке. То есть это как вирус какой-то, который живет в человеке, и который производит поступки греховные. Собственно, поэтому человек и грешит. Он грешит именно потому, что грех в нем живет, потому что его природа греховная. Он может себя какое-то время сдерживать, он может проявлять хорошие качества, он может не делать никакого греха некоторое время, но в нем живет грех, и потом этот грех снова вылезет где-то, в какой-то ситуации. Поэтому, собственно, Христос, когда приходит на землю, Он решает самую важную проблему греха. Он не просто учит, как надо справиться с последствиями греха, а Он искореняет вот этот вирус греха, Он выдергивает корень греха. То, что Он сделал на кресте, это как раз было связано с уничтожением самой греховной природы, которую ввел в мир Адам. Но когда Адам и Ева согрешили, и грех стал распространяться, то первый мир очень быстро пришел фактически к такому состоянию, что Богу пришлось его уничтожать. Потому что весь этот первый допотопный мир, как мы говорим, он преисполнился зла. Это интересное тоже состояние. В этом мире не было никаких запретов. Бог не давал никаких законов. То есть Он не устанавливал какие-то заповеди, не говорил, как надо поступать, как не надо поступать. Вот живите, вот как вы понимаете. Что из этого получилось? А получилось, что люди дошли до того, что земля преисполнилась злодеяниями. И фактически только в одном человеке Бог спасает весь этот допотопный мир в Ное. И через Ноя Бог совершает спасение. Весь мир был уничтожен, но ради одного праведника, ради Ноя, фактически Бог оставляет снова в живых человечеству. И более того, Он даже обещает больше не уничтожать человечество через потоп. То есть грех начинает развиваться, и грех безостановочно развивается. И никакими ухищрениями, никакими законами, никакими регуляторами фактически грех нельзя уничтожить полностью. Можно их вот только немножко привести в какую-то более-менее приличную норму. Хоть отчасти управлять им можно, но уничтожить полностью, оказывается, грех теперь невозможно, кроме одного способа. И этот способ предложил только наш Господь Иисус Христос, когда Он пришел на эту землю. Так что вот то, что произошло в Эдемском саду, это не просто единичный случай, который произошел с Адамом и Евой, а это то, что оказало влияние на все человечество. Но слава Богу, что Господь от самого начала знал, что так будет. И Он с самого начала предусмотрел Иисуса Христа как жертву, закланную от создания мира. Потому что Бог знал, что будут развиваться события именно так. И вместе с тем, Он позволил событиям развиваться именно так. Потому что Он дал свободу. Свобода всегда несет в себе опасность неправильного использования. И Бог знал, что человечество пойдет не тем путем, но Он все-таки ценит свободу человека и хочет, чтобы человек, даже в этих условиях греха, умел совершенно свободно и самостоятельно избрать Бога и прийти к Нему на служение. И дал бы Господь, чтобы мы, вот рассуждая о тех событиях, которые произошли когда-то очень давно в Эдемском саду, могли сделать для себя правильные выводы о том, чтобы мы понимали, что заповедь Божия – это есть закон, который нельзя нарушать. И это результат веры, кого мы будем слушать. Будем ли мы слушать больше голос мира сего, голос сатаны, голос обольстителя, или голос Божий, который четко говорит, что делать и что не делать. Дал бы Господь, чтобы мы Божий голос всегда слушали и поступали в соответствии с Ним. Аминь. Помолимся нашему Господу. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова